Это фото Олег Комиссаров сделал на второй день после пожара в одном из корпусов Кавказской Ривьеры. Реквизит найден на месте. Вот дача Квитко, обросшая в том числе многочисленными легендами. А это просто брошенный дом на Мамайке. Дама в красном повисла в интуристе. Интерьер бывшей Мекки иностранных туристов также вошел в список любимых Олега Комиссарова. Вообще, автора интересуют все архитектурные объекты начала 20 века. Не обошел стороной и сталинские классицизм. На таких объектах фотограф создает постановочные кадры. Участвуют в них и модели. В итоге получаются мрачные сцены в духе мистического романтизма. Натюрморты в том же духе и фото в стиле ню. Любовь к строениям вполне оправдана. Олег Комиссаров – архитектор, член Союза архитекторов России. А фотография – это его хобби. Я вообще люблю заброшенные техногенные объекты. Это старая архитектура 30-х годов. Вот здесь представлены и это санаторий Орженикидзе, вилла Костаревых Вера, собор Михаила Архангела, Новогинский форт. Я люблю больше этот период, не современный. Я стараюсь это не мне судить, удается мне или нет, чтобы у фотографии второй, третий слой был, какой-то некий контекст. Чтобы она была в хорошем смысле, имела какую-то двусмысленность. Я люблю мистику, наверное, с детства. Много читаю книг, но очень многие фотографии выросли из прочитанных книг. На выставке собраны фотоработы, сделанные Комиссаровым за последние 10 лет. Отсюда и название экспозиции 0717. Наряду с заброшенной архитектурой здесь можно увидеть и некую осовремененную археологию. Фотограф ее создает с помощью фотошопа и, в принципе, не скрывает тот факт, что работает с графическими редакторами. Яркий же пример индивидуальности Олега Комиссарова – вот это фото Дальмена. Здесь желаемого результата автор добился не только с помощью объектива фотоаппарата и индивидуального восприятия, но и современных технологий. Он как бы моделирует ситуацию, как будто бы природа победила. Человечество по какой-то причине деградировало до уровня каменного века. И вот они находят эти артефакты нашей сегодняшней современности и делают из них, комбинируют из них некие объекты для своего поклонения. Например, богу Компу и богине интернету. То есть они строят долмены, рядом на них вырезают материнские платы, значит, находят какие-то чайники, соединяют их с циферблатами, то есть создают некие новые объекты. А вот что этим фото хотел сказать сам автор. Я наложил второй слой фактуру, чтобы создалось ощущение немножко такого потустороннего пейзажа. И электронную плату – это как метафора, символ того, что мир наш сейчас именно такой компьютеризированный. В отчетной выставке Комиссарова много и сочинских пейзажей. Фотографии природы автор не подвергает редактированию. И тем не менее, даже «Черное море» Олега Комиссарова снято в его привычном духе мистического романтизма. Рассмотреть творчество сочинского фотографа можно в художественном музее.